Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня продолжаю тему клиентских работ, посвящена она бразильской системе. Очень классно, когда клиенты, заказчики, долго не тянут с воплощением идеи. То есть, буквально месяца полтора-два назад у меня Виталий из Кемерова заказал чертежи ворот бразильская система. И вот уже два дня назад он мне выслал видео с готовыми воротами. Это супер, это приятно. Особенно приятно, когда заказчик, мы с ним находим коммуникацию, так как это система новая, ворот. Тут есть какие-то еще, можно довести нюансы до совершенства. То есть, это очень здорово, когда у нас получается такой тандем, знаете. Вообще, я смотрю, мой канал уже сейчас работает в режиме такого, знаете, конструкторского ателье, конструкторского бюро. То есть, да, это Интпаши, скажем так. Люди заказывают совершенно разные конструкции, начиная от ворот, заканчивая какими-то подъемниками. В общем, можем оплодить любые ваши идеи. Пожалуйста, пишите, я готов, открыв для сотрудничества. И, кстати, тоже будет новая серия, так как я обещал, обзор по всем воротам, какие существуют системы. И вот последнее, это не подъемные ворота, а распашные, но гармошка. То есть, вот такой принцип, когда как локоть, оно вот так вот складывается. Там оказалась тоже довольно интересная вещь, реализуется и на рычагах, и на других вариантах. И эта тема интересна, то есть, я рассмотрю, покажу. Есть уже готовые решения, то есть, без проблем. Что касается бразильской системы и системы Арктика. Поскольку есть трудности, бывает у людей с комплектующими, то есть, я, опять же, как и для Z-системы, могу отправлять шкивы, оси для оборот, специальные подшипники. То есть, без проблем это все делается. Вместе с чертежами это все можно отправить почтой. Проблем нет. Поскольку есть вопросы также по автоматизации ворот Арктика и бразильская система, и вообще ворот с вертикальной направляющей, скажем так, у людей возникают трудности с автоматизацией из-за того, что, допустим, у тех же бразильцев в Штатах, у них есть специальные привода под вот эти системы ворот. У нас почему-то их нет, их нет в природе в Европе вообще. То есть, у нас можно только тянуть секционный, вот все, что можно тянуть вдоль потолка. В системах, когда идет вертикальное направляющее, вы таким образом можете дотянуть створку только до половины. Дальше ее просто клинит. Вот, поэтому здесь должен привод, который тянет вот так вверх параллельно направляющей, понимаете? Ну вот, и поэтому веду переговоры, чтобы была возможность мне поставлять эти привода, то есть, кто желающий автоматизировать любые ворота в плане, где есть вертикальное направляющее, можно будет заказать у меня на канале. Не забываем подписываться на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии обязательно под видео и читаем их, потому что это важно. Часто под видео идет дополнительная информация, какие-то вопросы, ответы от пользователей. Это всегда полезно. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, будьте активны. А сейчас давайте смотреть, что получилось. От него, от Виталя, было много материалов перед этим, как он сделал эти ворота. То есть, сейчас я все это покажу. Ворота вышли классные, бомбезные. Продолжаем. Александр, снимаю видео, проекты ваших ворот. Здесь будет утеплитель. Замок поставил вот с этого края. Вот так закрывается. Грузы. Круг диаметром 100 мм. Внутри трубы поставил шкив. Через него тросик идет на подшипник. Подшипник взял от обычных заводских ворот через тулочку его. Вот так, в открытом состоянии. Вот здесь ходит трос. Так, закрыт он. Здесь на ключ наружу закрывается. Ну, еще надо будет уплотнители все поставить. Ручки. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...